Лучшее в стране Лучшее в стране Лучшее в стране Лучшее в стране Это ММА, бокс, рестлинг и так далее Интересно, с чем это связано Почему именно к бойцовским? Это такой, можно сказать, год футбола и ММА даже в стране Поэтому в этом году мы целый большой отдельный павильон выделяем как раз под единоборство Там будет очень интересная, насыщенная программа Также мы заметили, что среди нашей аудитории очень много тех, кто связывает свою жизнь со спортом Не только любительские, но и строят карьеру в спорте И мы хотим дать этим ребятам некий полезный контент, возможность трудоустройства в спортивных компаниях, фитнесе и так далее Мы делаем отдельный карьерный центр в этом году И также проводим фитнес-конвенцию в практической и теоретической части Где ребята, работающие в индустрии фитнеса, могут позаниматься с знаменитыми презентами зарубежными Например, к нам приезжает хореограф Бритни Спирс, Кристина Гиллера и многих других звезд И он будет преподавать танцевальное направление И это один из примеров Таких гостей у нас более двухсот Абсолютно по разным направлениям, как в спорте, так и в фитнесе И каждый из них будет давать некие мастер-классы, семинары, лекции То есть можно будет поучиться, повысить свои навыки и квалификацию в том числе Ну, SN ProExport ни для кого не секрет Это вообще, мне кажется, можно так сказать, спорт от и до То есть это начиная от экипировки, от одежды спортивной и спортивного питания И заканчивая действительно профессиональными мастер-классами, советами, соревнованиями И шоу-программами, и автограф-сессиями Скажи мне, пожалуйста, кого из спортсменов такого, наверное, не то чтобы мирового уровня Потому что наши-то все тоже именитые, ого-го А именно заграничные гости Кто будет в этом году на SN ProExport? В этом году хедлайнер нашего фестиваля Это Калум Вон Могер Это спортсмен из категории бодибилдинг Его называют вторым Арнольдом Шварценеггером Он снялся в фильме, который как раз-таки вышел в Америке уже в конце октября совершенно недавно Фильм про Арнольда Шварценеггера Он сыграл там его главные роли Соответственно, персона такая достаточно медийная за рубежом В скором времени, я надеюсь, этот фильм дойдет и до нас Он пропагандирует идеи спорта, культуризма И этот человек с такой своей философией приезжает к нам, чтобы донести до нашей аудитории Дим, вы знакомы с ним? Нет Хотя зачем? Ты знаком с Арнольдом Шварценеггером Я думаю, что этого достаточно Да, был у меня момент такой Ну не просто момент, он же оказался такой перелом Достаточно ваша встреча в 2005 году Ты сам делился в социальных сетях Что именно после общения именно тогда с Арнольдом В твоей голове зародилась идея проводить и организовывать соревнования Ну больше не то, что общение с ним, а вообще то, что я увидел на его выставке, спортивный фестиваль Арнольд Классик Вот эта вся атмосфера, уровень, который там представлен Вот это мне, конечно, понравилось, потому что тогда у нас еще СНПРО не было И что-то подобного не было Сейчас я могу сказать, что я был на многих выставках, на многих таких фестивалях И мне точно не стыдно за то, что у нас происходит Это я могу точно сказать Ну как приятно это слышать, я прям вижу На самом деле вы сейчас только рассказали все, что происходит на СНПРО И, к сожалению, вот у меня, я уже второй раз, третий раз на СНПРО буду работать Но не было возможности все это дело посмотреть, насладиться Со стороны не раз Все, что вы рассказали, сейчас сидел, слушаю, блин, прикольно Неужели вот так, вот так, вот так Где бы найти время, чтобы все это посидеть и посмотреть Организаторы еще год спустя потом просматривают фото и видео о том, как это было И действительно, что были какие-то интересные моменты, о которых мы даже не знали А давайте мы тогда прямо сейчас посмотрим видео И у нас есть как раз видео, снятое в прошлом году на юбилейном форуме, скажем так, на юбилейной выставке Когда она проходила в пятый раз, в этот раз уже шестой Запускайте, пожалуйста, нам видеосюжет Ну, я попрошу тебя, Катя, пожалуйста, наверное, по возможности Как-то комментировать нам, что за площадки хотя бы Вот я хочу отметить сразу, что в прошлом году нам дали рекорд планеты Как самому массовому мультиспортивному мероприятию Планеты? Да, рекорд планеты На секундочку Как самое массовое национальное мультиспортивное мероприятие С посещением более 51 тысячи человек А вот 250 компаний-участников У нас 250 стендов разных брендов От одежды до питания, оборудования, технологий, гаджетов в спорте Что-то узнаешь с прошлого года? Да, некоторые кадры знакомые И это что? Это очередь людей, которые хотят попасть на СНПроэкспо? Пропускная способность российских площадок Еще не позволяет нам очень быстро Вот эту массу людей пропустить Поэтому приходится стоять в очереди Но никто не жаловался, как говорится И это даже несмотря на то, что вход не свободный А нужно приобретать билеты, заказывать В этом году будет ли попроще с проходимостью? Или надо как-то тоже в 6 утра приходить, занимать очередь? Мы очень стараемся И каждый год действительно улучшаем пропускную способность Мы выстраиваем специальные корпуса перед павильонами Охрану мы выпускаем в очередь на улицу людей Которые регистрируют какими-то мобильными терминалами Но стараемся ускорить процесс, конечно Я очень надеюсь, что в этом году будет попроще Да, люди сами привыкают уже к этому К этому режиму, графику К этому мероприятию, что их ожидает Естественно, многие обратили внимание Что до этого форум проходил два дня в столице В этом году уже три дня С 9 по 11 ноября С чем связано увеличение? Просто из-за банальной невозможности Уместить все в двое суток В первую очередь, да Мы стараемся разграничить потоки людей По интересам, чтобы все Не приходили Люди с разными интересами в одно время Не скапливались именно в какой-то пиковый момент Поэтому мы формируем программу таким образом Чтобы разные спортивные направления Какие-то комбинационные моменты были в разное время дня И отдельный день это для бизнес-аудитории Ведь на нашем фестивале очень шумно Везде шоу, диджеи, танцы, конкурсы Ну конечно, и взрослые, и маленькие Но мы же еще и выставка И очень важно, чтобы бизнес-аудитория Имела возможность установленных контактов В спокойной атмосфере какой-то Подписание договоров и прочие дела Чтобы обязательно сложились и получились Прекрасное видео Увидимся с 9 по 11 ноября Вот, в общем-то, все написано В конгресс-то выставочном центре Друзья, официальный сайт Билеты там нужно приобретать уже сейчас Потому что все начнется буквально послезавтра Где еще билеты есть По-прежнему ли их можно купить В театральных кассах города? Да, их можно купить в кассах города Их можно купить онлайн на нашем официальном сайте И мы призываем всех покупать их заранее Чтобы не стоять в очереди в кассу на месте Есть ли какая-то возможность купить единый, правда? Чтобы не каждый день, а сразу на три дня И уже действительно обойти все, что можно Конечно, у нас есть очень много категорий билетов Любой, в принципе, билет включает в себя Посещение всех зон фестиваля Мы не ограничиваем доступ к зонам мастер-классов спортивных Соревнований, шоу У нас постоянно нон-стоп работают сцены Артисты, танцоры, акробаты и так далее Но есть ограничения в тех зонах, где отдельный зал Это, как я уже говорила, фитнес-конвенция И бизнес-конференция, где проходят какие-то практические семинары Там требуется отдельный билет Дмитрий, конечно, теперь перехожу к тебе Ну, ты как величайший тяжелоатлет современности Расскажи, пожалуйста, как ты оказался на площадке СНПРО? Как ваша встреча, знакомство, наверное, сказать, произошло? И я знаю, что именно три года назад Или два, точнее, в 2016 году Именно на площадке СНПРО состоялась презентация Нового вида спорта кросслифтинг Все верно же, я говорю? После того, как я закончил свою спортивную карьеру Не такую яркую, как вы это озвучили Прекратите, пожалуйста Но все-таки пришлось мне спортивную карьеру свою прервать В 2015 году и дальше надо было думать, что делать Чем заниматься и так далее К тому времени уже были определенные наработки в голове Идеи и так далее Но, в принципе, все, что я делаю Оно у меня основано на объединении Поэтому все мои YouTube-проекты Или какие-то мероприятия в реальной жизни Они все направлены на то, чтобы объединить усилия разных людей Может быть, разнонаправленных людей Разных видов спорта и так далее Поэтому идея кросслифтинга Она пришла не просто так Во-первых, это вот эта философия, которую я озвучил Которая мне близка и которую я исповедую А во-вторых, после того, как я закончил свою спортивную карьеру Я стал кататься по семинарам, туда меня приглашали Для того, чтобы передавать тот опыт, который получилось собрать В течение более 20 лет И, естественно, основная аудитория, которая приходила на семинары Это, в принципе, люди из кроссфита Который сейчас взорвал мир Который дал многим федерациям, многим видам спорта Такой хороший пендель Для того, чтобы не сидеть на месте И вот из года в год не показывать то же самое, что было Ну и года, я уверен, что будущее вперед Они сделали это очень хорошо И за счет этого сам этот проект кроссфита Он очень сильно стрельнул А так как большую часть кроссфита Это все-таки занимает работа с тяжелой атлетикой Оттуда интерес к тяжелой атлетике Он и появился, собственно, из-за чего я начал кататься по миру Для того, чтобы с людьми говорить на одном языке Я стал пробовать то, что такое кроссфит Но для моей головы и для моего тела Вот то, что делается в кроссфите, оно мне не подходит Мне не нравится делать там бёрби Мне не нравится делать там, не знаю, выпрыгивания какие-то Мне не получается делать гимнастику и так далее Неужели что-то может не получаться? Да, я понял, что вот таких людей, как я Их очень много Которые, в принципе, немножко устали, возможно, от своей дисциплины Из-за того, что долгое время в ней находится По тем или иным причинам они не могут вернуться уже на тот пик Своих результатов, которые был раньше И они не знают, что делать дальше Им что-то хочется новое, пробовать, куда-то идти, развиваться Но в то же время их вид спорта, вот он стоит в определённом, так сказать Замкнутом пространстве, да, и он не развивается Вот, и пришла идея именно сделать что-то похожее на кроссфит Но только для больных на силовые виды спорта Людям, которые уважают, в принципе, и ценят Вот эти поднятия тяжести Потому что до этого, до этого, в принципе Вот у нас сколько силы виды спорта? 5-6, но не было какой-то единой точки соприкосновения Не было того мероприятия, где люди могли бы прийти из разных видов спорта Посидеть и посмотреть на одну и ту же площадку На выступления одних и тех же спортсменов Не было этой точки взаимодействия, да Все занимались своими делами Кто-то лучше, кто-то хуже Вот, и эта идея зародилась И мысль была такая, что предложить Кате, как представителю СНПРО Вот взять мероприятия, как кросслифтинг и также остальные виды спорта И представить их на хорошем уровне Потому что, в принципе, все, что происходило до того момента, когда Катя взялась их поддерживать В принципе, это все было на уровне таких местечковых соревнований, да, маленьких Лишь бы представить вид спорта на выставке и так далее И, в принципе, я вот благодарен, что Катя поддержала эту идею И, в принципе, мы в первый год, в 2016, да, провели соревнования по восьми силами спорта На очень серьезном уровне В принципе, до такого-то этого не было И, в принципе, людям это понравилось Я не знаю, какие цифры показали посещаемость Я не владею этими цифрами Но мне кажется, что сама идея и сам посыл, он пришелся, в принципе, россиянам и ближнему зарубежью Им понравилось это, потому что то, что мы видим сейчас, как тиражируются и плодятся вот эти вот фестивали В принципе, это показывает о том, что, значит, она идеей зашла Не знаю, хорошо ли это, плохо, что они плодятся Я думаю, что, как и везде, есть палка о двух концах Вот, но мы стараемся все равно, так как мы в Москве и законодатели, и моды И Екатерина у нас законодательница моды Это правда Новых тенденций мы пытаемся это развивать на хорошем уровне В принципе, то, что мы изначально и показали Мне даже попались в интернете размышления о том, насколько долговечен кросслифтинг Долго ли он будет жить, или, может быть, это все-таки совсем временное увлечение Но все-таки большинство склоняется к тому, что быть и жить долгие годы кросслифтингу Знаете, если вообще взять все силы виды спорта Все началось с атлетизма в далекие года Потом появлялся потихонечку бодибилдинг, который считался каким-то таким американским Движением, которое не поддерживалось И потом народ его принял, распробовал, прочувствовал Появились энтузиасты, которые взялись развивать это дело Тоже самая история была и с пауэрлифтингом Поэтому, если та или иная идея находит отклик в сердцах людей Которые готовы выступать, готовы поддерживать, помогать И так или иначе, то тогда это образуется уже большая определенная команда И вот все зависит от того, насколько эта команда целеустремленная Насколько она мотивирована и насколько этой команде люди, которые смотрят сторонне Даже вот такие вот комментарии, они тоже в принципе важны Потому что это определенная мотивация, это определенный вызов Поэтому, в принципе, все это в совокупности Оно, я надеюсь, со временем и даст хороший результат И мы будем иметь еще один вид спорта на нашем соревновании Да, обязательно, обязательно, причем олимпийский, 100% Это не обязательно Нет, обязательно, ну поживем Посмотрим, у нас прям коротенькая реклама Друзья, оставайтесь с нами и продолжим общаться с гостями Программа продолжается, друзья, с 9 по 11 ноября Мы с вами обязательно эти денечки проводим в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» Потому что там случится 6-й международный фестиваль спорта «Здоровый образ жизни» SNPRO-экспо «Форум-2018» Как раз подробности, секреты мы узнаем от наших сегодняшних гостей У нас Екатерина Скачек, генеральный директор SNPRO-экспо И заслуженный мастер спорта России Олимпийский призер Чемпион мира Европы Президент Ассоциации силовых видов спорта Дмитрий Клоков Дмитрий, спрашиваю тебя Во сколько, где и когда поклонники кросслифтинга должны собираться? 10-го числа, начало соревнований в 10 и заканчивается все будет в 8 Весь день из-за большого количества участников мы будем проводить Это не просто соревнования, надо сказать, что это Кубок мира Да, второй год подряд мы проводим Кубок мира В том году и в этом году у нас пока 6 стран Прилетают люди с Австралии, Новозеландии, Италии, в том году Чехии были Ну и естественно и вся наша ближняя зарубежная Ну а Россию представляют много спортсменов? На сегодняшний момент большая часть, конечно Большинство, отлично, больше шансов у нас заполучить, значит, главные призовые места Нам, что хорошо, мы в этом году провели 9 соревнований отборочные в 9 федеральных округах То есть люди сюда приехали не просто так, они отбирались в течение года Ах, вот на что понятно То есть иностранцы, они по приглашению, а все россияне, они, в принципе, и Украина тоже Они, в принципе, проходили чемпионаты, где они отбирались То есть это сильный, самый сильный Пришедшие гости на СНПК, конечно, не смогут принять участие в этом соревновании Да, нужно, конечно, было заранее принять участие отборочные Ну, посмотрите, смотивируйтесь у нас и прийти на следующий год На следующие соревнования На следующие соревнования Друзья, у нас опять коротенькая пауза рекламы После чего обязательно оставайтесь с нами Мы поговорим и про Кубок мира И посмотрим видео У нас есть видео с прошлого года Оставайтесь с нами Очень скоро, друзья, 10 ноября Нас с вами ожидает Кубок мира по кросслифтингу 2018 Который пройдет в рамках СНПРОЭКСПОФОРУМ 2018 Конгресс-то в источном центре Сколково Сокольники Сокольники, извините, конечно, Сокольники Дмитрий Клоков Основатель этого вида спорта К нему сейчас будет обращен мой вопрос следующий Дим, Кубок мира Шесть стран, уже сказал, в этом году будут принимать участие Мужчины, это женщины или те и другие? И женщины, и мужчины И женщины, и мужчины Но я знаю, что в кросслифтинге, кстати, правила все прописаны Безважение в видео Кстати, да Мы смотрим видео, да, параллельно Про мужчин и женщин Но когда в 2016 году приставили кросслифтинг То мы сделали без женщин И возовали грозными сообщениями Дискриминация получилась Ну, запросов и вопросов, почему не было женщин Я понял, что у нас девушки тоже любят поднимать Вообще у нас для нашего советского, наверное, менталитета Вот это поднятие тяжести, оно очень близко То есть это больше не модная тема То есть я не пытаюсь, например, назвать кросслифтинг какой-то модной темой Да, я хочу сделать, чтобы она была стильна Если посмотреть, например, на площадку Мне хочется, чтобы она как картиночка была Вот хочется мне это сделать Но все-таки это больше направлен посыл на менталитет Достать ту историю, которая в нашей голове сидит Поднятие тяжести, труд Вот это вот на земле там работа Вот это то, что хочется здесь преподнести И люди, конечно, поддержали эту идею Мне вот кажется со стороны, что кросслифтинг Это даже будет посложнее, чем остальные виды спорта Так ли это? Или ошибочное? Тяжелее? Вот это, наверное, неправильно так сравнивать Как раз таки вот от этого и хочется абстрагироваться От этого сравнения Потому что когда я занимался штангой Это, в принципе, из всех силах вида спорта Единственный олимпийский вид спорта И даже не представляете, сколько негатива От других представителей других видов спорта было Что вот, типа, штангисты такие зазнавшиеся Таких голубых кровей На самом деле это не так Это зависит от воспитания Если ты уважаешь чужой труд, то ты уважаешь чужой труд Если нет, то тогда, какой бы тема ни была достойной и хорошей Ты будешь ее критиковать Вот этот парень, по-моему, прошу прощения Это двукратный мистер вселенной, нет? Нет, на предыдущем чемпионате он не выступал А в этом году будет двукратный мистер вселенной Вообще народ разный выступает Если, например, про прошлый год говорить То принял участие олимпийский чемпион Сочи По бобслею Дмитрий Туренков В этом году, как Катя Калинин сказал Мистер вселенной Люди абсолютно разные Здесь есть и непосредственные представители силы их вида спорта Есть также и легкоатлеты Есть, как я сказал, и бобслеисты И армрестлинг То есть, если каким-то образом человек связан с силовухой Если он тяжести так или иначе поднимает Иногда или когда-то То это, в принципе, наш человек Добро пожаловать! Я думаю, что мы с ним найдем общий язык Мне кажется, это ответ на вопрос Будет ли такой вид спорта жить дальше Пока этот вид спорта может быть в любительском формате И если обычные люди могут им заниматься И имеют к нему интерес То, конечно, он будет развиваться Мне как раз таки вот и хотелось бы Чтобы он, в принципе, наверное, и остался В головах людей как любительский Мне не хотелось бы, чтобы это была определенная кучка людей Которая называла себя профессионалами Каждый может попасть туда Каждый может отобраться Просто для этого надо заниматься Те люди, которые мы сейчас видим на экране Это просто люди, которые так или иначе пришли откуда-то Более-менее подготовленные Поэтому у них есть определенный, так сказать, резерв Да, мы это видим, что резерв есть Но это не супер подготовленные люди все-таки Это больше исключение из правила, когда это профессиональные спортсмены Это не профессиональные спортсмены Дим, ну поскольку все-таки в нашей стране появился кросслифтинг Поскольку все-таки ты его основал Смеем ли бы надеяться, что Россия всегда будет впереди в этом виде спорта? О, хороший вопрос Вот, опять-таки, возвращаясь к истории про кроссфит И моей, как бы, части в мире кроссфита То два раза я побывал на их главных соревнованиях в Калифорнии на кроссфит геймс На которые мечтают попасть любой человек, наверное, который сейчас занимается кроссфитом Мне довелось побывать там два раза В качестве приглашенного гостя, по работе и так далее И вот, вернувшись уже вот к этой теме И к началу реализации этого проекта Меня люди спрашивали, а ты будешь развивать ее за границу? Я сказал, что развивать мы ее по-любому будем Мы начнем это делать в следующем году Активное развитие, мы уже готовы это делать Но мне хочется, чтобы главный старт все-таки был у нас в России Был у нас в Москве Потому что вот как вот меня зацепило то, что все мечтают попасть в Калифорнию Сейчас эта локация сменилась, но все же Все хотят поехать в Америку на эти соревнования Также мне хочется, чтобы вот эти вот любители силовой виды спорта Вот в такой интерпретации с разных стран мечтали приехать к нам Собственно, что мы уже и видим С Австралии лететь для того, чтобы сделать там рейс пять минут А в лучшем случае еще один там И скажи, уже же прилетели спортсмены Они же уже для того, чтобы прошла климатизация Да, именно, что те, кто прилетели издалека Они все уже здесь живут несколько дней Климатизируются, привыкают к нашей погоде Ну и гуляют по Москве, конечно, опять-таки Делают селфи, фотографии, конечно, надеются на победу Что касается призового фонда Есть ради чего? Вот, закончив в августе гран-при международный Где принял участие 200 спортсменов Опять-таки он явился отборочным на эти соревнования Девочка, журналист у меня спросила А вот что дальше, что вы хотите дальше от кросс-лифтинга Как вы развиваете? Я хотел сказать, что, Юрий, я сказал, что вот все, что мы начали Хотелось бы с каждым годом делать это на шаг вперед Не отставать назад Вот один из таких этапов, это вот призовой фон Хотелось бы, чтобы с каждым годом эти призы, они были стоящие Потому что я сам спортсмен И я знаю, что чего стоит труд, чего стоят медали Но просто одними медалями ты сыт не будешь Хотя, в принципе, я понимаю, что вот глядя, например, на тот же самый пауэрлифтинг Люди готовы многое отдать, чтобы получить медали и дипломы И на работу на их, которые распространяются Поэтому все, чем можем на сегодняшний момент Мы даем Но это нас не останавливает Мы, естественно, будем искать возможности и дальше развиваться И здесь самое главное, мне кажется, прям успеть, успеть, успеть Запрыгнуть в этот вагон И далеко не последний, как раз в один из первых вагонов Для того, чтобы стать уже именами первыми победителями Не знаю, уже прославленными В какой-то степени именно в этом новом виде спорта Что хочу теперь спросить, Катя, тебя Скажи мне, пожалуйста Сколько квадратных километров Метров, точнее, отдан, например, в этом году Дмитрию Клокову под его мероприятие Дмитрий Клоков Не надо, давайте не будем говорить Он занимает очень большую территорию Не просто территорию, а еще специальное половое покрытие Я, Екатериня, обхожусь очень дорого Я очень дорого обхожусь Даже если отпустить этот вопрос На СМПРО хочется разместить максимум спортивных дисциплин Максимум активности Максимум новых брендов, компаний То есть, чтобы наш посетитель мог попасть в ту же атмосферу В которой он был в прошлом году Но увидеть с другой стороны Увидеть много новых брендов И все, к чему пришел уже наш рынок за этот год Пока мы готовили этот фестиваль И, конечно, появляется намного больше брендов с каждым годом Импортозамещение тоже говорит за себя Мы, к сожалению, не можем всех уместить на нашей площадке Потому что действительно есть ключевые какие-то пиковые соревнования И точки активности Которые занимают большую территорию Как Дмитрий В этом году у него около 2000 квадратных метров Если не больше Да, сейчас люди посчитают В прошлом году было полторы Да, в этом, по-моему, больше двух уже Ну, а правильно же я понимаю, что там специально Вот это вот половое покрытие Супер-супер Супруга моя постановит За что боролся, на то и напоролся В том плане, что Та идея, которая была придумана И которую мы пытаемся реализовать Она очень тяжелая Тяжелая в прямом смысле этого слова Например, нам каждое соревнование Приходится транспортировать, расставлять и монтировать Больше 50 тонн металла, дерева, резины и так далее То есть это очень трудно Это очень много Я помню, когда первые соревнования мы провели Крупные в Руговке в Институте физкультуры И когда я утром проснулся после соревнования Я спал там на площадке Открываю дверь Выхожу и у меня стоит 7 вот этих огромных машин Выстроенные в очередь на загрузку Я думаю, блин, это первый год Может, пока не поздно отказаться Но потом как-то вот уже люди вернулись домой С соревнованиями, начали выставлять эмоции и так далее Я, в принципе, вот благодаря им, собственно, и двигаюсь дальше Что вот поддерживаю Стандарты, да, есть определенные стандарты Выбрали стандарт, от которого уже, в принципе, ну не откажешься То есть придется им исследовать Ну, в общем, да, начало положено И такое красивое начало Громкое начало А супруга твоя, Елена, скажи, пожалуйста Она тебе помогает В организации всех твоих многочисленных проектов И вот в том числе в Кубке мира по кросслифтингу Она, в принципе, участвует в абсолютно всех процессах, которые происходят в моей деятельности Да, она, в принципе, не то что руководит, но она контролирует абсолютно все процессы Даже элементарно мои визы, все, которые... О, это важно Которые мне в моей деятельности нужны, в принципе, она всеми занимается Поэтому сейчас мы здесь общаемся Я сижу тут, попиваю водичку и с приятной компанией общаюсь И совершенно спокоен за то, что там делается работа очень важная Будет ли на СНПроэкспо форум 2018, Дмитрий, представлены диски клоков, которые не так давно были протестированы тобой Ну, они были представлены еще давно Мы уже в 2016 году это все презентовали Поэтому сейчас просто что хорошо, что до этого они были сделаны в Китай В производство, а сейчас мы его перенесли в Россию Ну, наконец-то Горды Ну, конечно Оказывается, мы можем это делать и по хорошей стоимости Но наше это лучшее Наша-то лучше В некоторых позициях, да В некоторых надо до сих пор еще искать Опыт нужен Но лучше в стране должны давать рабочие места и работать над туристическим потоком, да? Какие вы молодцы, ребят Просто золотые гости у меня сегодня Ну, еще вопрос про Кубок Мира А там диски как раз клоков использованы? Они клоковские, только предыдущие модели То есть в этом году... У меня уже третий, так сказать, третий вариант А чем они отличаются от всех остальных? Или просто они то, что с брендом, то, что они заряжены на победу? История была такая, что сначала была коллаборация известной американской компании Гейнфастера со мной То есть на одном длине можно было видеть и мое имя, и компанию американскую Вот Следующая реинкарнация уже была просто компания американская, которая зарегистрирована в Америке как Клоков и Кубин Она уже производила в Китае непосредственно оборудование под брендом Клоков И сейчас, как я уже сказал, мы перенесли производство дисков пока в Россию, но еще нужны и штанги Ну а теперь надо за очень дорого, чтобы кто-то еще появился на этом диске Наоборот, хочется, чтобы рядом с этим оборудованием стояло слово недорого, а как раз таки доступно Нет, я имею в виду не для того, чтобы продавать за дорого, а для того, чтобы, если кто-то из зарубежной компании захочет оказаться рядом с твоей фамилией, название, вот это очень будет дорого стоить им У нас музыкальная пауза, мы подумаем сейчас, да, и вернемся Продолжается программа, друзья, у нас сегодня в гостях Екатерина Скачек, Дмитрий Клоков Мы продолжаем говорить про Эссен, про Экспо Форум 2018, который состоится с 9 по 11 ноября в Конгресс на выставочном центре Сокольники Международный фестиваль спорта здорового образа жизни В этом году проходит уже в шестой раз, но билеты нужно заранее Вот лучше прямо сейчас, по возможности, зайдите на официальный сайт форума Посмотрите, закажите все, и главное, спланируйте день Расписание там очень насыщенное, площадок там огромное количество И лучше, конечно, заранее, ну хотя бы приблизительно маршрут свой составить Тем более, если вы соберетесь отправиться всей семьей Нужно как-то так, чтобы и детям было интересно, и маме было интересно Ну и папе было куда сходить А папе точно будет куда сходить, вот на Кобок Мира по круслифтингу И маме тоже Например, если мы вернемся к Диме Дмитрий, а это же еще не вся программа, представленная тобой на Эссен про Экспо 11-го тоже что-то интересное готовится Рассказывай, пожалуйста Ну, естественно, мне мое тяжелоатлетическое сообщество Мне бы не простило, если бы я занимался только круслифтингом Поэтому каждый год я пытаюсь проводить тяжелоатлетические соревнования И пытаемся делать и для детей И пытаемся делать что-то более новое для того, чтобы уже Новую аудиторию показать тяжелоатлетику немножко по-другому Для этого были выбраны соревнования под названием Клоков Пауэр Уикенд Которые, в принципе, первый раз прошли в 2015 году в Институте физкультуры Здесь в Москве И все последующие соревнования до сегодняшнего момента проходят на Эссен про Каждый год мы пытаемся показать тяжелоатлетику по-новому В первый год мы привезли топовых спортсменов И устроили соревнования для них в непривычных для нас упражнениях То, что обычно скрыто от зрительских глаз Это то, что происходит в разминченном зале, в тренировочном процессе Немножко в других упражнениях В следующем году мы повторили тот же самый опыт, только поменяли опять-таки упражнения В прошлом году мы провели также на Эссен про уже для любителей Почему была идея в том году выбрана провести соревнования на Эссен про для любителей Потому что, в принципе, зная, где сейчас выступают любители тяжелоатлетики Я понимаю, что крупных площадок, таких, которые заставляют трястись, нервничать и так далее В принципе, нет, всегда это проходит где-то в обычном зале Собираются между собой какой-то И вот такой вот приглушенной обстановки с приглушенным светом Квартирнички такие Это вот, в принципе, это хорошо Именно из таких историй вырастают чемпионы, которыми мы сейчас гордимся Сейчас проходит чемпионат мира по тяжелоатлетике в Ашкабаде Вчера у нас первое золото, Артем Акулов завоевал Эти люди, они вышли, в принципе, из такой истории Артем, парень И люди, которые уже в тяжелоатлетику влюбились, в принципе, они вот живут этим Вот я уже 23 года этой историей, да? Вот, но нам же нужна новая аудитория Поэтому каждый год мы пытались что-то новое показать И вот в этом году к тому, что будет происходить 11 ноября Мы шли целый год Мы снимали реалити-шоу «Рывкачи», которое выходит на моем YouTube-канале Где мы сделали коллаборацию с нашим, наверное, самым популярным и известным бодибилдером Андреем Скоровным Где в течение года я пытался его научить тяжелой атлетике Одному из упражнений в тяжелой атлетике Параллельно готовясь сам к этим же соревнованиям И, в принципе, год назад мы заявили, что мы выступим 11 ноября И мы объявили определенные цифры, к которым мы этот год шли Во время съемок мы не просто снимали тренировки Мы еще ездили по разным городам и странам И снимали интервью с разными известными спортсменами Известные спортсмены прошлых лет Участники наших интервью и программ были 90 лет, 70 лет Были молодые спортсмены, которыми сейчас гордятся представители этих стран Которые сейчас, опять-таки, выступают на чемпионатах мира Поэтому, в принципе, мне хотелось показать философию тяжелой атлетики Вот новой аудитории И параллельно мы давали им информацию о том, что такое вообще тяжелая атлетика в техническом плане И посыл был такой, что мы в течение года заряжаемся мотивацией в тяжелую атлетику Пытался я их влюбить в тяжелую атлетику и параллельно тренировать их И поэтому я, в принципе, всех пригласил выступить и показать этот результат, который они достигли за этот год И, собственно, куда мы сами поедем И покажем результат, который мы пытались этот год достигнуть Не отрываясь от своей привычной работы и ритм жизни Ребята проводили семинары еще среди своих поклонников в других городах и странах Я хочу сказать им, что, на самом деле, у Дмитрия Клокова невероятное количество проектов И перечислять их можно очень долго И я пыталась вне эфира перечислить, и тот Дмитрий сказал, что это далеко не все В центре Олимпийской деревни «Правильное железо» Кстати, «Правильное железо» какая-то обновленная версия вышла сейчас буквально, да? Сейчас, да, в принципе, после СНПРО, когда я закончу все это, демонтажи и так далее И отоспимся нормально То, в принципе, это то, во что я сейчас погружусь прямо с головой Это немножко другое «Правильное железо», которое видели люди два года назад Ну, заходите, подписывайтесь в социальные сети на Дмитрия Клокова Там много интересного, тем более, если вы тоже любите тяжелую атлетику И, самое главное, возможность... Или, если не любите пока тяжелую атлетику, я знаю, что сделать Этим я и занимаюсь И самое главное, знаете, что увидеть Дмитрия у вас, в общем-то, в ближайшее время Возможность только воочию вживую будет только на СНПРО Экспо Потому что дальше, и вы сами это можете убедиться, заглянув также в Инстаграм на график спортсмена Следующий год расписан весь, и это практически весь земной шар Абсолютно все страны, Россия крайне редко там встречается Это только предстоящие выходные Москва, и это Сокольники Ты будешь давать мастер-класс, Дим? Тебя можно будет там послушать, взять автограф, сфотографироваться? Да, я буду работать каждый день в определенные часы, которые, в принципе, я выставлю у себя в Инстаграм на стенде Компании Track Nutrition Поэтому, в принципе, каждый день меня можно будет найти в определенной точке, где я сфотографируюсь и отвечу на любые вопросы Поэтому, до встречи Ну, да, и следующая встреча, если, конечно, вы можете ее организовать, там, путешествие за спортсменом по всему миру, опять-таки, соответствую его графику Ну, а увидите, я так понимаю, воочередь, Дмитрий, скорее всего, кажется, можете на следующем году Почему? Я... На СНПРО Экспо Да, на самом деле, я живу, как бы, как я вам в перерыве сказал, практически как по отрывному календарю, который вы купили и, в принципе, каждый день там расписан Но, в принципе, все равно я в будни нахожусь в Москве, нахожусь в офисе, поэтому в следующем году мы будем чаще встречаться, опять-таки, благодаря проекту «Правильное железо», который мы будем делать И я надеюсь, в нашей студии тоже, потому что я прям чувствую, что любовь у меня к тяжелой атлетике прям все больше и больше во мне просыпается Кстати, вы делали рывок уже? Нет Я вас научу Здесь с огромным удовольствием, правда, попробую, и должна это сделать Кать, ну, я знаю, что многие, именитые даже спортсмены, они ждут самого главного события даже не Нового года И не каких-то там своих собственных семинаров, выездов, а именно ждут СНПРО Экспо Очень многие в этом признаются, что для них это самое главное событие в этом году, это встреча с коллегами, возможность там пообщаться, что-то действительно для себя новое Ну, конечно, продемонстрировать каким-то образом себя прекрасного и представить свой вид спорта Конечно, тебя должно это радовать очень Для нас, конечно, это большая честь, когда ты делаешь какое-то событие, которого как именитые спортсмены, так и бизнесмены, и просто посетители ждут год и готовятся И более того, я вижу очень много постов в социальных сетях под нашим хэштегом «Я иду на СНПРО» Да, «Я иду на СНПРО», запоминайте Где люди действительно готовятся, то есть мы их мотивируем, это не может не радовать Они хотят быть лучше, хотят быть энергичнее, симпатичнее и так далее И многие выкладывают видео, фотографии о том, как они тренируются, занимаются, правильно питаются и так далее и готовятся к СНПРО И правильно питаются тем питанием, которое они подсмотрели как раз на СНПРО Да, у нас уже много семинаров и мастер-классов и лекций о том, как правильно питаться И в этом году еще целый павильон, посвященный здоровому образу жизни, где будет представлено много сервисов по доставке еды Будут кулинарные мастер-классы о том, как готовить правильную еду, лекции и, конечно, очень много новых продуктов Которые можно не просто приобрести, но и попробовать там совершенно бесплатно, правильно? Шикарно! Небольшая пауза и вернемся в студию Продолжается программа, друзья, вот если вы зайдете на официальный сайт snpro-defise-expo.com А вы знаете, вы точно не опоздаете на начало форума, на начало выставки, потому что здесь прямо идет поминутный отсчет времени Вот в данную минуту, один день, 19 часов, 5 минут ровно до начала фестиваля Достаточно времени для того, чтобы зайти, заказать себе билеты и оказаться на 6-м международном фестивале спорта здорового образа жизни И увидеть там нашего чудесного гостя Дмитрия Клокова Дим, я пользуюсь случаем, очень мало времени осталось, но я не могу не спросить о Вячеславе Ивановиче Об отце, скажи, пожалуйста, вот кросслифтинг, ты, как отреагировал он, как бы? О, кстати, хороший вопрос, я, кстати, сами кросслифтинга, я даже его реакции изначальной не помню Да, я как вам в перерыве сказал про дочку, да, она внесла свою лепту Да, Анастасия, 8 лет, Настеньке, 9 уже Да, и вот касаемо отца, я вот, честно, первую реакцию не помню, когда я это представил ему Хороший вопрос, я ему задам ответ Ну, кстати, там, мне кажется, на поверхности Ну, во всяком случае, сейчас уже, думаю, поддержка идет, да? Знаете, ну, вообще, всегда, в принципе, чем он занимался, это именно поддерживал Даже помню те, вот, детские годы, когда я что-то делал, или хорошее, или, там, плохое, то, в принципе, он или задумался что-то сделать, он мне никогда ничего не запрещал Он мне всегда давал возможность выбора, и даже сейчас, когда я, вот, дочка у меня что-то спрашивает, я, в принципе, всегда отсылаю к деду Потому что, знаете, ну, дети, родители, все равно общий язык не так хорошо находят, да? Да, с бабушками, дедушками, по-другому Я, поэтому, всегда, нашего главного в семье авторитета привожу в пример, говорю, что, вот, когда я был маленький, то мне, в принципе, папа, ну, не запрещал, а он мне давал выбор Я, поэтому, говорю, хочешь, читай, там, учи уроки, хочешь, не учи За школу пойдешь, и сама все это на себе ощутишь, поэтому у нас отец в этом плане Он больше занимается, да, авторитетом, наверное, таким воспитанием, каким-то глобальным советами и так далее Дим, ну, тогда 9 лет, вот, мы уже узнали, Анастасия, она уже принимает участие в организации, скажем так, всех мероприятий спортивных А кросслифтингом рано еще заниматься в этом возрасте? Со скольки лет может довести детей? Вот, в общем, какой вопрос? Я думаю, что это вообще касаемо всех силовых видов спорта И здесь, я думаю, сколько людей, будет столько мнений И, наверное, главный страх любого родителя, тогда, когда он задумывается отдать или не отдать силовые виды спорта Они сразу проецируют себе в голове картинку, которую они увидели, условно, там, по телевизору или в ютубе Как тот или иной спортсмен поднимает, там, огромные килограммы, да? Ну, и травмы, вероятность травмы Да, и они понимают, что если бы, например, на его ребенка штанга сверху упала 200 килограмм То что с его ребенком произойдет? Но они забывают, что для того, чтобы 200 килограмм пройти, например, у меня там ушло на это 15 лет И эти 15 лет, они начались с чего? С палочки, с гимнастики, с разминочкой и так далее И постепенно, когда связки суставы, мышцы укреплялись, то, соответственно, и веса росли Поэтому, когда пришло время поднимать 200, то и тело было готово на 200 Поэтому, в моем представлении, я всегда на семинарах прикалываюсь, говорю, штанга – самый безопасный вид спорта Прикол такой Потому что какие травмы можно получить? Кисти, локти, плечи, спина, колено То же самое в обычной жизни, условно А эти, игровые виды спорта Тут может кулак влететь или там палец куда угодно, понимаете? Поэтому можно ожидать все, что угодно Тут лучшей рекламы и не придумаешь, точно не знаю Если вы шлифуете свою, так сказать, технику, и она у вас близкая, назовем мы так, к идеалу Плюс вы занимаетесь восстановительными процедурами, ваше тело готово То, в принципе, в моем представлении, это безопасный вид спорта Естественно, травмы, которые должны произойти, они произойдут И это не обязательно на большой весе Чего быть, тому не миновать Важно иметь профессиональных наставников еще Ведь без тренера все-таки вероятность травмы намного больше В общем, да, это тоже очень мудрые слова Кать, дорогая, скажи мне, пожалуйста Вот уже в шестой раз будет проходить замечательный этот форум и выставка SNPROEXPO 2018 На сегодняшний день тебе нужно еще кому-то выходить на связь, кого-то лично приглашать Или, в общем, уже все налажено и все бегут сами и просятся и пишут письма и стоят в очереди Ну, я сейчас говорю и о спортсменах, да, и о производителях и так далее и тому подобное Ну, если говорить про участников, то, конечно, есть две категории Мы постоянно мониторим рынок Я уже смотрю на все, что вокруг меня В магазинах, где бы то ни было Через призму своего мероприятия Да, если я вижу новый продукт, я понимаю, что он будет востребован И что мне бы хотелось, наверное, чтобы такие продукты у нас презентовались в следующем году Новинки мониторим постоянно Кого-то мы приглашаем Конечно, наши участники прошлых лет уже возвращаются к нам из года в год Практически, по-моему, 98% у нас возврата Если говорить о наших гостях, о звездах, то ребята, наши спортсмены российские Конечно, они все к нам приходят уже тоже из года в год То есть для них это такой must go, к которому они готовятся Если говорить о каких-то новых веяниях, тенденциях, о новых хедлайнерах Которые будут, наверное, пропагандировать эти новые тенденции То мы все-таки приглашаем Плюс вот в этом году, например, мы больше блогеров стали звать Раньше у нас были профессиональные спортсмены в основном Но мы хотим привлечь новую аудиторию Аудитория, которая подписана на этих блогеров И блогеры, которые несут идеи спорта и здорового образа жизни в массы А если это еще именитый спортсмен и блогер, все в одном лице Это уникальная личность То сам Бог велел ему обязательно оказаться на этой площадке Меня очень радует, что Синпроекспо растет в масштабах И в количестве квадратных метров, и в посещаемости, и в мероприятиях проводимых И я знаю, Кать, что, и ты признавалась, будучи здесь в студии Что у тебя еще планов, которые нужно воплотить в жизнь, огромное количество И еще очень много сюрпризов, каких-то моментов, которые ты пока не можешь себе позволить воплотить в жизнь Но если представить, прям так вот, пофантазировать Вот десятый фестиваль Каким он будет? Десятый фестиваль, я даже не могу себе представить Какая-то площадка должна быть Какая-то площадка должна быть, да, для его проведения К сожалению, пока в нашей стране нет такой большой площадки Мы сейчас уже понимаем, что мы себе не можем позволить работать на прирост аудитории количественной Хотя нам очень хочется, нам очень, потому что наша основная идея Это доносить до людей вот эту философию здорового образа жизни, да И многие к нам вот пишут письма, например, кто-то, что уже приходят с детьми Пять лет назад детки были еще маленькие, а сейчас они уже Они уже все на спорте, что называется Да, 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 да И, конечно, через 10 лет хотелось бы видеть, как минимум, нашу сегодняшнюю аудиторию уже со своими детками Здоровое поколение, которое несет вот эти вот идеи все здорового образа жизни И где, как, не могу себе представить Ну, конечно, это будет что-то футуристичное, конечно, это будет что-то цифровое Потому что сейчас даже и в спорте просматривается вот эта диджитализация, да Да, конечно Мы видим, что уже очень много фитнес-клубов существует, которые работают без персонала абсолютно Где машины, роботы пишут программы тренировок и контролируют каждый шаг уже человека, который пришел в фитнес-клуб Мне кажется, что через 10 лет однозначно будет нечто футуристичное, как минимум Монтировать площадку будут роботы Да, да, да Ну, а в кросслифтинг, я уверена, что роботы не появятся Будут выступать люди, монтировать будут роботы Конечно, монтировать, да, 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 да Все устанавливать Друзья, я вас искренне благодарю за нашу сегодняшнюю встречу Потому что я и все наши команды, телерадиоканал Страна.ФМ Я знаю, что и зрители, и слушатели, они, конечно, восхищаются, Дим, конечно И тобой, и Катенька, и тобой И Дмитрий, тебе спасибо за победы, за кросслифтинг За и позицию гражданскую, и вообще за все Я хочу пожелать процветания, хочу всех привлечь к новому виду спорта, безусловно Очень рады будем видеть тебя здесь в студии И, может быть, уже что-то наделем, может быть, что-то здесь, какую-то мини-сделаем историю Про рывок пометит? Ну, в общем, да, хотя бы Это я готов всегда Ну и, конечно, все без исключения, я думаю, нам обязательно нужно отправляться С 9 по 11 ноября в конгрессно-выставочный центр «Сокольники» Лучше планировать все три дня, правильно я говорю, Катя? Потому что каждый день не повторяет себя Если есть бизнес-интерес, то три дня, да Если, то есть в первый день у нас не будет шоу, у нас не будет никаких конкурсов, автограф-сессий Это бизнес-история Будут обучающие семинары, мастер-классы и выставка А суббота и воскресенье, это, конечно, будет такая спортивная феерия Сумасшедшая, где все будут на одной эмоциональной волне Такой очень яркий фестиваль с крутыми эмоциями Поэтому мы всех призываем приходить и заряжаться этими идеями Ну и самое главное время теперь на какое рассчитывать? С 10 утра? С 10 утра до 8 вечера в субботу и до 6 вечера в воскресенье В общем, скучно не будет, это, мягко говоря Официальный сайт snpro.defis.expo.com Заходите, заказывайте билеты прямо сейчас Спасибо большое, до новых встреч И с наступающим форумом Спасибо за приглашение Ждем всех Спасибо Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ